Сторжением в нашу жизнь более года назад коронавируса тема вакцинации стала одной из топовых в СМИ и в соцсетях. Вначале мы ждали, когда же иммунобиологические препараты от COVID-19 будут разработаны. Теперь сомневаемся в их безопасности. Согласно статистике, оба этапа вакцинации прошли пока около 10% россиян. Мнения по поводу безопасности препаратов разные, в том числе и среди врачей. Наш сюжет – это христианский ответ на волнующий общество вопрос. В свое время прививки спасли миротоспы, бешенство, эпидемия туберкулеза и других смертельных болезней. Но одно дело, проверенное временем вакцина, и совсем другое – недавнее изобретение. Так как же быть? Я думаю, что для того, чтобы ответить вопрос, вакцинироваться или нет, как смотрит на эту церковь, лучше обратиться к документу, который был подготовлен еще в 2015 году. Официальный документ церкви христиан-адвентистов 7 дня об иммунизации можно найти на сайте Адвентистской церкви в России и странах постсоветского пространства esd.adventist.org. Здесь же есть и статьи специалистов на волнующую общество тему. Если говорить коротко, мы рекомендуем, потому что это сохраняет здоровье людей, наше собственное, и также помогает созданию коллективного иммунитета. Но принятие решения, делать прививку или не делать прививку, ложится на каждого человека, в зависимости от знаний и от возможностей, и от ситуации, в которые попадает человек. Таково положение, такой взгляд на вакцинацию нашей церкви. Общество задает вопросы о прививках от COVID-19 не только по поводу их безопасности, но и по поводу их эффективности. Если говорить об эффективности, мы не можем сказать, что на 100% защитит нас от заболевания. Кого-то, возможно, защитит, кому-то она поможет легче перенести и не иметь особых осложнений. Конечно, могут быть и сопутствующие факторы, могут быть осложнения какие-то, но это цифры очень маленькие, процент очень низок. В любом случае, прививка поможет нам быть более защищенными от инфекции, которые на сегодняшний день у нас по всему миру. Мы общаемся с людьми, мы постоянно где-то в магазинах, на работе, в коллективе, так что опасность заразиться есть, а это все-таки поможет нам быть защищенными в большом проценте. И все же лучшая рекомендация – это личный опыт рекомендуемого. Да, я уже привилась, уже прошло несколько месяцев, достаточно легко перенесла, почти никаких ощущений дополнительных не было. Так что я надеюсь. Правда, я еще не сделала анализ на антитела, поэтому сейчас нужно это мне узнать, какие цифры у меня антител в крови. Итак, прививки делать стоит. А что еще необходимо, чтобы защититься от коварной инфекции? Медицина у нас для того, чтобы справиться с заболеваниями, чтобы лечить, а для того, чтобы сохранить здоровье, необходимо наше собственное участие. Потому что этого медицина сделать не может. Это должно сделать каждый из нас. В числе надежных средств для укрепления иммунитета Надежда Иванова назвала 8 принципов ЗОЖ. Это физическая активность, сбалансированное питание с предпочтением растительных продуктов, 2 литра воды в день, полноценный сон, солнечный свет, отсутствие вредных привычек и крепкое духовное здоровье. Для своих новостей Светлана Корсак, Алина Кормозенек, Аркадий Лебедев.